Вчера поздним вечером по времени восточного побережья США банда Трампа, состоящая из самого Чубчика и 18 подельников, получили обвинение большого жюри штата Джорджия. Причем некоторым из подсудимых выдали индивидуальные пакеты персональных наборов обвинений. В этот момент сложилась общая картина относительно Трампа, которую очень тяжело принять республиканской партии. Этот дядя уже получил уголовное обвинение в Нью-Йорке, Вашингтоне и теперь в Джорджии. После первого обвинения Трамп завалил прессу заявлениями о том, что прокуратура относится предвзято и на самом деле никаких преступлений он не совершал, а все обвинения – ничто иное, как политическая травля. Сразу после этого часть республиканцев Конгресса подхватила его речи и обрушилась на прокуратуру Нью-Йорка. Но вот пару недель назад Трамп получил намного более серьезное обвинение уже в столичном большом жюри. В связи с тем, что Трамп очень похож на Путина ограниченностью и шаблонностью, он и здесь заявил о том, что сторона обвинения устроила политическую травлю, но теперь он отдельно обрушился и на судей, которые, по его мнению, ничего не соображают в юриспруденции и поэтому не могут рассматривать его дело. И вот теперь он и целая банда подельников получили обвинение большого жюри в Джорджии. Мне еще не довелось видеть заявлений Трампа по поводу этой пачки обвинений, но можно не сомневаться в том, что он расскажет о том, что прокуроры и сторона обвинения – сволочи, а судьи большого жюри – лохи и ничего не понимают в этой жизни. В данном случае гнев Трампа обязательно упадет на прокурора округа Фултон Фанни Уиллис. Но что характерно, все три суда предъявили Трампу пакеты обвинений, в котором обязательно присутствует один пункт – препятствие правосудию. А это довольно тяжелое обвинение, по которому уже сели в тюрьму ряд его соратников, которых он помиловал на выходе из овального кабинета Белого дома. Расследование, проведенное окружной прокуратурой, продвинулось дальше, чем в Вашингтоне, и здесь имеются доказательства, которые вскрывают механизм того, как Трамп намеревался нивелировать свой проигрыш в ключевых штатах. Так, действуя через своих сообщников, он оказал давление на местные власти с тем, чтобы те отказались признавать результаты выборов. Но главное, там ему удалось сформировать фальшивую коллегию выборщиков из 16 человек, которая должна была признать его победителем выборов в Джорджии, несмотря на фактические результаты. Ну а сами результаты предполагалось отменить, опираясь на теорию Трампа о том, что машины для голосования были перепрограммированы удаленно из Германии, специалистами которых нанял венесуэльский диктатор Мадуро. А подтвердить факт перепрограммирования должна была Генеральная прокуратура, на которую, будучи президентом, Трамп оказывал бешеное давление. Но прокуратура не обнаружила не то, что удаленного вмешательства в работу счетных машин, но не нашла даже возможности, как такое вмешательство можно было бы организовать. Зато там был устроен ручной пересчет бюллетеней, который показал результат, идентичный машинному подсчету. Спустя время компания-изготовитель машин для голосования выиграла все суды, которые подтвердили корректность работы машин, а потом и клевету медийной империи Fox News, которая транслировала заявление Трампа. Там потеряли около миллиарда долларов на отступные кампании и судебные издержки. Таким образом, возник эффект домино, и базовая теория о мошенничестве на выборах, устроенная путем порчи машин, рухнула и потянула за собой отказ местных властей поддержать Трампа в его фантазиях. Но фальшивая группа выборщиков никуда не делась и оказалась вынужденной давать соответствующие показания. Получилось так, что по команде Трампа его подельники уже сформировали этот фальшивый орган, еще не имея никаких фактических оснований считать, что выборы были сфальсифицированы. Проще говоря, уже были подготовлены люди, которые назовут Трампа победителем, хотя для этого не было никаких оснований. И поэтому именно под этих выборщиков, а значит и под нужный Трампу результат, подгонялось все остальное. И для этого сообщники бывшего президента предпринимали серьезные усилия, которые прокурорам удалось зафиксировать процессуально. Интересно, что топящие за Трампа СМИ первые сводки о суде озаглавили примерно одинаково. По крайней мере один пакет обвинения суд вернул прокуратуре. Это при том, что около четырех десятков обвинений суд принял и огласил публично. Кроме самого Трампа, обвинительное заключение также направлено против нескольких сообщников, которых уличили в пособничестве при реализации этой схемы. В их число входят адвокаты Трампа, Руди Джулиани, Джон Истман, Кенна Чесебра, Дженна Элис и Сидни Пауэлл, как соучастники. Бывшему начальнику штаба Трампа Марку Медоузу также предъявлены обвинения, как и Джеффри Кларку, бывшему адвокату Министерства юстиции, которого Трамп назначил исполнять обязанности генпрокурора для того, чтобы тот подтасовал в его пользу результаты расследования в деле машин. Эти самые яркие и, безусловно, известные лица не исчерпывают перечень обвиняемых, но именно они играли ключевые роли для осуществления планов Трампа. Вот что пишет об этом издание Конгресса США The Hill. Обвинительное заключение приводит к широкомасштабным обвинениям в соответствии с законом о борьбе с рэкетом и коррумпированными организациями против лиц, которые продемонстрировали слаженность действий предпринятых группой лиц, принявших участие в заговорах, полагаясь на план, разработанный для достижения цели преступного предприятия. В обвинительном заключении указан 161 акт, который по общему обвинению способствовал этому заговору. В нем также утверждается, что поведение Трампа нарушило ряд других уголовных законов Джорджии, включая вымогательства с требованием нарушения присяги государственным должностным лицом, а также несколько обвинений в заговоре, связанных с подачей мошеннических документов, включая подделку и ложные заявления. Обвинительное заключение также включает в себя два пункта о нарушениях избирательного закона Джорджии, а именно заговор с целью совершения и фальсификации выборов. Проще говоря, обвинительное заключение рисует картину настоящих бандитов и рэкетиров, которые вынуждали государственных служащих фальсифицировать данные, касающиеся результатов выборов. Это так по-русски орать о том, что выборы сфальсифицированы, упорно занимаясь фальсификацией. Республиканцев можно поздравить с таким кандидатом в президенты, который является настоящим бандитом московского разлива. Им теперь можно приходить в Конгресс в лаптях с балалайкой наперевес. Судебный процесс обещает быть особенно громким, потому что в Джорджии банда Трампа действовала с особой наглостью и практически открыто. Сейчас суд дошел до стадии оглашения обвинений, а официально они будут предъявлены 25 августа, когда вся шайка должна явиться в здание суда в Атланте, где Трамп и подельники станут обвиняемыми по этому делу. Нам интересны два персонажа, кроме самого Трампа, как наиболее одиозные в этой схеме. Также они интересны различным объемом обвинений, которые упомянул в суд. Так, бывший адвокат и ближайший соратник Трампа Руди Джулиани получил 13 пунктов обвинения, включая ложные устные письменные заявления, рэкет, заговор с целью выдать себя за госслужащего, заговор с целью подделки и заговор с целью подачи фальшивых документов, среди всего остального. То же издание The Hill так описывает подвиги Руди, совершенные им в Джорджии. В обвинительном заключении указано на усилие Джулиани по привлечению должностных лиц штата Джорджия к незаконному назначению президентских выборщиков от штата в нарушении условий их присяги. Суд также обвиняет Джулиани в том, что он сделал ложные заявления, зафиксированные письменно, когда он сказал на заседании подкомитета Сената Джорджии, что на президентских выборах 2020 года было подсчитано не менее 96 тысяч бюллетеней для голосования по почте, несмотря на отсутствие записи о том, что эти бюллетени были возвращены в окружное избирательное бюро. Суд также ссылается на утверждение Джулиани о том, что оборудование Dominion Voting Systems, машины для подсчета бюллетеней, ошибочно набрало 6 тысяч голосов за Джо Байдена вместо Трампа. Джулиани был одним из адвокатов, присутствовавших на нескольких установленных встречах между юрисконсультами Трампа, продвигающими недоказанные заявления о мошенничестве на выборах, которые были отклонены в суде после выборов. Изучая описание обвинений, используя терминологию, распространенную в Саудовской Аравии, можно говорить о том, что Джулиани загрузился как танкер нефтью. На старости лет ему светит такой срок, что, наверное, он уже проклял тот день, когда судьба свела его с Трампом и Россией. И вот на фоне этой красоты удивительным выглядит совсем небольшой пакетик обвинений, которые суд закрепил за бывшим начальником избирательного штаба Трампа Марком Медоузом. Он получил всего два пункта и, как говорят специалисты в области выборного и уголовного права США, вполне может обойтись без отсидки, в отличие от остальных. Возможно, такой контраст заключается в том, что он дал какие-то показания перед большим жюри и его свидетельства вскрыли внутреннюю структуру банды и деятельность для достижения преступных целей. Наблюдатели в ретроспективе изучают поведение Медоуза в промежутке после 6 января 2021 года и по сегодняшний день и приходят к выводу о том, что он явно выпал из трамповской обоймы и, возможно, заключил сделку со следствием. Древний принцип настоящего пионера гласит, чем больше фигурантов идет по делу, тем хуже для каждого. В определенный момент найдется самый честный, который попытается выплыть в одиночку, с легкостью утопив подельников. Правда, это касается пионеров с уголовным прошлым, но, судя по всему, в Джорджии сомнений в том, что судят настоящих уркоганов уже развеяны. Трампу слишком много раньше сходило с рук, но тут он нарвался, к тому же серьезно подставил своих корифанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова